До 1970-х годов шифрование основывалось на симметричных ключах. То есть отправляющий шифровал сообщение с помощью определенного ключа, а адресат расшифровывал его, используя тот же самый ключ. Можно вспомнить, что шифрование это сопоставление сообщению зашифрованного сообщения при использовании определенного ключа. Для расшифровки сообщения используется тот же ключ, чтобы выполнить обратное сопоставление. То есть, чтобы вести защищенную переписку, Алиса и Боб должны сначала договориться об одинаковых ключах. Однако такая договоренность о ключе часто невозможна, если Алиса и Боб не могут физически встретиться, или необходимы дополнительные расходы на связь при использовании протокола Диффи-Хеллмана для обмена. Также, если Алисе нужно поддерживать связь с несколькими людьми, представим, что она это банк, тогда ей придется обмениваться отдельными ключами с каждым из них. При этом нужно как-то управлять этими ключами и посылать тысячи сообщений просто для их определения. Есть ли какой-то более простой способ? В 1970 году Джеймс Эллис, британский инженер и математик, работал над идеей открытого шифрования. Она была основана на простом, но в то же время умном подходе, закрытии и открытии обратной операции. Алиса может купить замок, оставить ключ и отправить замок открытым Бобу. Затем Боб закрывает свое сообщение и отправляет обратно Алисе, не нужно обмениваться ключами. Это означает, что она может распространять замок и позволить кому угодно в мире использовать его для отправки сообщений ей. Таким образом, ей нужно будет следить за одним единственным ключом. Эллис не предоставил математического решения, но он внес интуитивное понимание того, как это должно работать. Идея состояла в том, чтобы разбить ключ на две части, ключ шифрования и ключ расшифровки. Ключ расшифровки выполнял обратную операцию к операции, выполненной ключом шифрования. Для демонстрации работы обратных ключей рассмотрим упрощенный пример с цветами. Как может Боб переслать Алисе какой-то цвет, не позволив Еве, которая постоянно подслушивает, перехватить его? Обратный цвет называют дополнительным. При смешивании с ним получается белый. То есть эффект основного цвета ликвидируется. В этом примере предполагается, что смешение цветов односторонняя функция, потому что смешивать цвета для получения третьего можно быстро, а выяснять изначальные цвета намного дольше. Сначала Алиса создает ее личный ключ, выбрав случайный цвет, например, красный. Далее, допустим, Алиса использует секретную цветовую машину для нахождения дополнительного цвета для ее красного, и больше никто не имеет доступа к этой машине. Получается голубой, который она отправляет Бобу в качестве открытого ключа. Допустим, Боб хочет защищенно передать Алисе желтый цвет. Он смешивает его с открытым цветом и отправляет результат к Алисе. Теперь Алиса добавляет ее личный цвет к полученному от Боба. Это ликвидирует эффект ее открытого цвета, оставляя только секретный цвет Боба. Отметим, что у Евы нет простого способа нахождения желтого цвета, переданного Бобом, так как ей нужен личный цвет Алисы, чтобы это сделать. Так это должно работать, однако требовался математический способ, чтобы это можно было использовать. Решение было найдено другим британским математиком и шифровальщиком Клиффордом Коксом. Коксу было нужно спроектировать особый вид односторонней функции, известной как односторонняя функция с секретом. Это функция, которая легко вычисляется в одном направлении, но трудно в обратном, если не располагать специальной информацией, называемой секретом. Для этого он обратился к возведению в степени по модулю, которое было обведено как арифметика часов при рассмотрении алгоритма обмена ключами Диффи Хеллмана следующим образом. Возьмем число, возведем его в некоторую степень, поделим по модулю и возьмем остаток. Это можно следующим образом использовать для шифрования сообщений. Представим, что у Боба есть сообщение, которое преобразовано в число m. Он умножает это число само на себя е раз, где е это открытая степень. Затем он делит результат на случайное число n и получает остаток отделения. Результат это какое-то число c. Эти вычисления очень легко сделать. Однако имея только c, e и n, намного сложнее определить число n, так как единственное, что остается, это некоторая версия метода пробы ошибок. Итак, это односторонняя функция, которую можно применить к m довольно просто, однако тяжело сделать обратное. Это наш математический замок. Но что насчет ключа? Ключ — это секрет, частичка информации, которая позволяет легко провести обратное преобразование. Нужно возвести c в какую-нибудь другую степень, скажем, d, которая будет отменять действия, произведенные с m, и возвращать исходное сообщение m. Обе операции вместе — это то же самое, что m в степени e, возведенное в степень d, что то же самое, что m в степени e, умноженного на d. Шифрование — это e, расшифровка — это d. Следовательно, нужен способ, позволяющий Алисе выбрать e и d таким образом, чтобы другим было сложно найти d. Для этого нужна вторая односторонняя функция, которая бы генерировала d. Для ее нахождения вернемся к Euclid. 2000 лет назад Euclid показал, что каждое число единственным образом раскладывается на простые множители, которые можно считать секретным ключом. Это показывает, что разложение на простые множители — фундаментально сложная задача. Проясним, что подразумевается под легко и сложно, введя так называемую временную сложность. Все мы перемножали числа, и каждый из нас имеет свои правила для ускорения этого действия. Если запрограммировать компьютер для умножения чисел, он сможет делать это намного быстрее человека. Этот график показывает время, необходимое компьютеру для перемножения двух чисел. Конечно, время, необходимое для нахождения ответа, возрастает при увеличении чисел. Отметим, что время вычисления остается значительно меньшим одной секунды даже при действительно больших числах. Таким образом, это легко выполнить. Теперь сравним это с разложением на простые множители. Если вас попросят найти разложение на простые множители для 589, вы поймете, что задача кажется сложной. Неважно, какова ваша стратегия, она потребует некоторых проб и ошибок, прежде чем вы найдете число, которое равномерно делит 589. Применив некоторые усилия, вы бы выясните, что 19 умножить на 31 это разложение на простые множители. Если вас попросят найти разложение на простые множители для 437231, вы, возможно, сдадитесь и используете компьютер для помощи. Это хорошо работает для небольших чисел, но если попробовать раскладывать все большие числа, это приводит к колоссальному увеличению сложности. Время, необходимое для вычислений, возрастает настолько быстро, так как появляется все больше шагов при вычислении. По мере роста чисел, компьютеру необходимы минуты, затем часы и в конечном счете ему понадобятся сотни и тысячи лет для разложения огромных чисел. Таким образом, мы говорим о сложности задачи в зависимости от скорости роста времени, необходимого для ее решения. Итак, разложение на множители, которые Кокс использовал для построения метода с секретом. Шаг 1. Представим, что Алиса случайным образом выбрала простое число примерно из 150 цифр. Назовем его P1. А затем второе случайное простое число примерно того же размера. Назовем его P2. Затем она перемножила эти два простых числа и получила число n, которое имеет длину более 300 цифр. Это перемножение заняло меньше секунды. Его можно сделать даже в интернет-браузере. Затем она берет разложение n, то есть P1 умножить на P2, и скрывает его. Теперь, если она отдаст n кому-то другому, ему потребуется несколько лет компьютерных вычислений для нахождения этого разложения. Шаг 2. Коксу нужно было найти функцию, которая бы зависела от знания разложения n. Для этого он использовал работу 1760 года, сделанную шведским математиком Леонардом Эйлером. Теперь у нас есть метод с секретом для нахождения φ. Если известно разложение для n, то нахождение φ от n довольно простое дело. Например, 77 раскладывается на простые множители 7 и 11, так что φ от 77 это 6 умножить на 10, то есть 60. Шаг 3. Как связать функцию φ с возведением в степень по модулю? Для этого он обратился к теореме Эйлера, которая устанавливает такое отношение функции φ и возведения в степень по модулю. m в степени φ от n совпадает с единицей по модулю n. Это значит, что можно выбрать любые два числа, которые не имеют общих множителей, назовем их m и n. Скажем, m равно 5 и n равно 8. Теперь если возвести m в степень φ от n, то есть 4, и разделить на n, то всегда получится единица. Сейчас нужно просто переписать это равенство через два простых правила. Первое. Если возвести число 1 в любую степень k, то всегда получится единица. Таким же образом можно умножить степени φ от n на любое число k, в ответе все равно получится единица. Второе. Если умножить 1 на любое число, скажем, m, то произведение всегда будет равняться m. Точно так же можно умножить левую часть на m и получить m в правой части. Это можно упростить dm в степени k умножить на φ от n плюс 1. Это и есть настоящий прорыв. Теперь есть равенство для нахождения е умножить на d, которое зависит от φ от n. Поэтому очень просто вычислить d только в случае, когда разложение n на простые множители известно. Это значит, что d должно быть закрытым ключом Алисы. Это секрет, который позволит ей отменить эффект от e. Рассмотрим простой пример этого действия. Допустим, у Боба есть сообщение, преобразованное в число методом смещений. Назовем его m. Тогда Алиса создаст ее открытый и закрытый ключ и так. Сначала она выбирает два случайных простых числа одинакового размера и перемножает их для того, чтобы получить n. 3127. Затем она просто вычисляет φ от n, так как знает разложение n на простые множители. Получается 3016. Дальше она берет некоторый небольшой открытый показатель степени e, с тем условием, что он должен быть нечетным числом, не имеющим общих делителей с φ от n. В данном случае выберем e, равное 3. Наконец, она находит значение ее секретного показателя степени d. В данном случае это 2 φ от n плюс 1, деленное на 3. 2011. Теперь она прячет все, кроме значений n и e, так как n и e это ее открытый ключ, или открытый замок. Она отправляет его Бобу, чтобы он запер им свое сообщение. Боб запирает свое сообщение, вычислив m в степени e по модулю n. Назовем это c, его зашифрованное сообщение, которое он пересылает обратно Алисе. Наконец, Алиса расшифровывает его сообщение с помощью закрытого ключа d, полученного с помощью метода с секретом. c в степени d по модулю n дает исходное сообщение Боба m. Заметим, что Ева и все остальные, имея c, n и e, смогут найти показатель степени d, только вычислив φ от n, что требует знания о разложении n на простые множители. Если n достаточно велико, то Алиса может быть уверена, что это займет сотни лет даже при использовании сети из самых мощных компьютеров. Этот метод был немедленно засекречен сразу после публикации. Однако он был повторно независимо открыт в 1977 году Роном Ривистом, Ади Шамиром и Леонардом Эйдлманом. Поэтому-то сейчас он и известен как RSA-шифрование. RSA – самый широко используемый алгоритм шифрования с открытым ключом в мире и самый копируемый программный продукт в истории. Каждый пользователь интернета на Земле использует RSA независимо от того, понимает он это или нет. Его стойкость зависит от трудоемкости разложения на простые множители. Это результат широкого круга вопросов о распределении простых чисел. Вопрос, который остается без ответа на протяжении тысяч лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова